Всем тихой ночи! Что же, пора объяснить, что такое SCP. Да, на канале раньше был ролик «Что такое SCP», но настала пора делать новый, потому что за прошедшие годы и случилось немало всего, да и я сам узнал об этой вселенной много нового. Этот ролик в основном для тех, кто зашел на канал впервые, но и сторожилы могут узнать что-то новое. Итак, большинство людей узнают о SCP из игр, абсолютное большинство. Игр по SCP сегодня существует великое множество, и в большинстве из них игрок встречает разных странных монстров и всякие непонятные вещи, которые зовутся SCP-объектами, и имеет свой номер. Это и старые игры, вроде Containment Breach и SCP-087 Лестница, и те, разработка которых идет и по сей день, как например SCP-Unity, или Secret Laboratory, или тот же SCP-3008 про бесконечную Икею, ну и разные всякие новые. Вот я, например, слежу за разработкой игры по SCP-529 по лукошке Джози. Мне кажется, классная игрушка будет. Есть и игры, напрямую не связанные с SCP, но на нем основаны, как например Control и корпорация Лоботомия. Также некоторые люди узнают о SCP из караметражек, которые в последнее время стали довольно крутыми. Классные ролики по SCP делает независимый режиссер Эван Роялити, а еще Мистер Клей. Есть и анимационные сериалы. По мультикам у нас, конечно же, главный это Лорд Банк, который делает сериал-заключение, включающий в себя уже 7 эпизодов. Еще по SCP есть какое-то немыслимое число красивых картинок. Если на Devianard вбить в поисковую строку три буквы SCP, вам выпадет 53 тысячи результатов. По SCP есть множество разных карточных игр, целая серия комиксов и даже несколько томов сурового японского Ранабе. Человек, который задается вопросом, откуда это все пошло, рано или поздно найдет сайт scpviki.com, на котором и находится описание всех этих объектов. Также этот человек обнаружит, что SCP-объектов очень много. На день создания этого ролика новые SCP-объекты добавляются в шестую тысячу, то есть имеют номер от 5000 до 5999. И это только объекты английской части сайта. А ведь есть еще и рассказы, и отдельные объекты сайтов на других языках. Добавляют их туда сотни авторов со всего мира. На самом деле стать автором SCP может каждый, но на сайте присутствует система рейтингов. Так что для того, чтобы написанный авторский SCP остался на сайте, он должен иметь достаточно много плюсов. Так поддерживается некоторая планка качества текстов. Основной сайт SCP английский, но есть и множество языковых филиалов. Среди которых русский, корейский, китайский, французский и польский. Всего 13. Каждый из которых это не просто сайт с переводами, но и свое сообщество, которое также пишет свои SCP-объекты, имеющие приставку соответствующего филиала. Например, объекты, написанные русскоязычным филиалом, имеют приставку RU. Да и вообще, все SCP-филиалы живут какой-то своей жизнью. В общем, SCP это огромное международное сообщество. И тем удивительнее, что оно появилось из маленькой мистификации. В 2007 году, в разделе X анонимного сайта 4chan, того самого, где обсуждают всякую мистику и теории заговоров, появился пост, который был похож на документ тайной организации. В нем был описан монстр, имеющий номер SCP-173, скульптура, ломающая шеи, если на нее не смотрят, и условия, в которых это существо необходимо содержать. Идея тайной организации, содержащей монстров, так понравилась людям, что на ее основе был сделан целый сайт, который вырос в итоге до современного SCP-сообщества. На этот сайт сразу же было добавлено немало других статей. Людям очень понравилось писать рассказы о разных аномальных явлениях в формате документов фонда SCP, где вначале идет номер объекта, затем его класса, потом условия содержания, а после чего уже описание. Ну и дальше разные приложения. Большинство объектов на сайте SCP написаны именно таким образом, хотя есть и некоторые исключения. Но, во всяком случае, именно так был оформлен самый первый объект SCP-173. И такого стиля сайт в основном придерживается до сих пор. Довольно долго автор этого изначального SCP оставался неизвестным, но не так давно из-за некоторых юридических разбирательств мы узнали, что его зовут Уэсти Уильямс. И это был он, кто создал изначальный пост про SCP-173. Кстати, немного юридических фактов о SCP. Один из секретов того, почему SCP так быстро разрастается, это его лицензия. Дело в том, что все материалы по SCP распространяются по лицензии, которая называется Creative Commons Share Like, что значит, что если вы творческий человек, вы можете использовать в своем творчестве вообще любые материалы по SCP, даже если ваша цель просто заработать денег, но при этом вы обязаны разрешить другим также использовать все ваши работы, связанные с SCP. У такой системы есть огромный плюс, потому что если вам нравится SCP, вы хотите заниматься творчеством. Связывая свое творчество с фондом, вы получаете огромную проработанную литературную вселенную, внимание большого сообщества, огромное количество самых разных готовых материалов, так еще и деньги можно зарабатывать, прямо тепличные условия для любого независимого автора, что называется «бери и делай». Но для крупных компаний и всяких типов бизнесменов эта лицензия наоборот создает множество сложностей, но о них в рамках данного видео я не вижу смысла говорить. Итак, SCP — это огромное сообщество писателей, которые пишут ужастики про всяких монстров. Но есть ли у всего этого свой сюжет? Вопрос, какой у SCP сюжет, на самом деле не такой простой, и во многом благодаря его сложности этот канал и существует. Главное, вокруг чего все строится, это факт, что существует секретная организация под названием SCP, которая собирает и содержит разные аномальные объекты, монстры, аномальные люди, предметы и даже абстрактные понятия. Все, что фонд сочтет аномальным, хранится в особых зонах содержания, которые чаще всего представляют собой огромные подземные комплексы, с камерами, каждая из которых построена специально для того, чтобы в ней можно было эффективно содержать каждый конкретный объект. Все это организацию управляет администратор, а также совет, который называется О5 и состоит из 13 членов. Сама организация состоит из ученых, полевых агентов, мобильно-оперативных групп или МОК и расходников класса D. Последние выступают для фонда в качестве подопытных и просто смертников, что как бы намекает, что SCP-организация не слишком гуманная. Однако, если вдаваться в детали, все становится куда сложнее. Основал ли администратор фонд или он существовал до него? Кто такой администратор сам? И с кого конкретно состоит совет О5? Откуда берутся расходники? Как МОК ловит разных аномальных существ? Откуда взялся тот или иной SCP-объект? Ответ на каждый из этих вопросов довольно сложен. И чтобы ответить на любой из них, нужно делать отдельное видео. Кроме того, ответы, предлагаемые разными текстами с сайта SCP, нередко противоречат друг другу. Так что же делать? Главный ответ на все эти вопросы – мультивселенная. Да, в SCP существует огромное количество миров и измерений. Кроме того, если бы в SCP был один мир, он был бы просто завален аномалиями. Ведь их уже больше 5000 только на английском сайте. Однако по текущему канону все эти диковины равномерно раскиданы по всей мультивселенной. И в каждом отдельном мире SCP может быть всего несколько предметов. Кстати, о канонах. Иногда можно услышать фразу, что в SCP нет канонов. Что, мол, каждый отдельный объект – это полностью самостоятельная история. Во всяком случае, раньше так и было. Но сейчас ситуация обстоит несколько иначе. Дело в том, что на сайте SCP есть страница под названием Canon Hub, на которой написано, что у SCP есть множество сюжетных ветвей, внутри которых каноны есть. И на сегодня существует 38 таких канонов, которые переплетаются между собой в мультивселенной. Чаще всего один канон представляет собой отдельный мир, в котором действуют определенные правила. Например, в мире сорванного маскарада о существовании фонда SCP стало известно всем. А в мире вселенной Звонаря произошел конец света. В мире же конца смерти живые существа перестали умирать. Есть и канон Hub, претендующий на роль основной сюжетной ветви, основного мира. Он называется Resurrection, или воскрешение в русской версии сайта. Благодаря этому всему в SCP очень развита концепция взаимодействия между параллельными мирами, начиная с того, что база данных фонда сама по себе, та самая, в которой записаны все SCP-объекты под каким-то номером. Эта штука единая для большинства миров. О том, как так получилось, есть отдельное видео. И еще насчет концепций. Литературная SCP-вселенная существует довольно долго, а пишут ее множество авторов. В такой ситуации вполне естественно, что люди хотят все упорядочить, потому появилось уже довольно много разных устойчивых концепций, общих для всего SCP в целом. Например, физика аномальных вещей объясняется теорией Юмов, о чем тоже есть отдельное видео. Также есть общая теория меметики и антимеметики по влиянию на человека разных информационных сущностей. Есть и крикуны в структуре, которые вполне логично объясняют такую дичь, которую и представить иногда сложно. Есть и много других, которыми можно объяснить самобытие аномального мира. Хотя есть видные SCP-авторы, которые считают, что аномальные не надо объяснять, и должна быть загадка. Но такие в последнее время оказались в явном меньшинстве. Известные авторы SCP-это тоже отдельная огромная тема. Многие из ранних авторов активно добавляли в тексты SCP себя в качестве сотрудников тайного фонда. Так появился доктор Клев, ученый, обладающий мрачными мистическими силами. Доктор Брайт, бессмертный научный сотрудник, душа которого заключена в медальоне, надев который человек становится новой копией Брайта. Доктор Гирс, человек, постепенно превращающийся в робота. Доктор Гирс, кстати, в смысле реальный автор SCP, а не персонаж, написал большинство наиболее популярных объектов, того же SCP-106 старика и SCP-682 неуязвимую рептилию. В общем, есть такая традиция. Если вы видите в текстах по SCP какого-то крутого ученого, аномалии усмиряющего, вероятно, это персонаж, представляющий одного из реальных авторов SCP. Кроме самой организации SCP, в этой мультивселенной есть множество других. Часть из них являются противниками фонда, например, повстанцы Хаоса, которые любят нападать на учреждения SCP. Часть являются союзниками, как, например, GOG, с которыми SCP нередко сотрудничает, а некоторые из них существуют и сами по себе, как, например, рестораны Ambrose, которые готовят из монстров еду. И про каждую из этих организаций вполне можно делать отдельное видео. Настолько много объектов и рассказов про каждую из них есть. На момент создания этого видео есть 33 крупные организации, про которые написано уже очень много, и есть еще больше всякой мелочи, про которых текстов пока что мало. У некоторых из этих организаций есть своя история, мифология и культура. Вот, например, взять сторонников культа плоти саркицистов и последователей бога машины Механ, которые не только враждуют между собой, но имеют настолько развитый собственный лор, что им весь остальной SCP не очень-то и нужен для сюжета их фракций. Итак, вы решили начать читать SCP? Первая мысль, которая многим приходит в голову – читать объекты по порядку, но она не имеет особо никакого смысла, потому что единственное, о чем говорят все эти цифры, это к какой тысяче объект принадлежит, потому что сайт наполняется именно тысячами. Да и то иногда бывает, что старые объекты выбывают из основного списка и заменяются новыми, так что вполне можно считать, что нумерация объектов не говорит вообще ни о чем. Единственное, что первый объект в каждой тысяче, то есть SCP-1000, SCP-2000 и так далее, это всегда победитель конкурса на открытие новой тысячи, то есть, как правило, это хорошо написанный и интересный объект. Одно время люди пытались составлять список классических объектов, которые должны были как бы считаться основой фонда, и которые надо прочесть всем новичкам. Но из-за того, что людей на сайте много, и кто-то любит страшные объекты, кто-то запутанные и сложные, кто-то наоборот простые, кому-то нравятся фантастические объекты, а кому-то детективные, а кто-то вообще заходит на сайт читать смешные, а смешные SCP-объекты – это вообще отдельная тема. Поэтому идея в целом провалилась. Зато появились жанровые списки, ссылку на страницу которых я оставлю в описании. В русской версии такой страницы, к сожалению, нет, но даже если вы не особо знаете английский, можете воспользоваться этой страницей для того, чтобы составить себе список для чтения. Есть пара списков для начинающего читателя SCP, есть подборка страшных объектов, есть подборка фантастических, смешных и даже основанных на мировой культуре, есть и список, знакомящий с персонажами. Если жанр вам не принципиален, можно воспользоваться автоматическими списками статей по рейтингу. Он, благо, на русскоязычном сайте есть. Первые так 100 позиций этого списка обеспечат вас отличным чтением и базовым пониманием вселенной SCP. Ну и вообще, если большинство узнаёт о SCP из игр, короткометражек и другого популярного медиа, то почему бы не продолжить углубляться в лор именно того явления мира SCP, которое вас заинтересовало? Ведь прочесть всё, что есть на сайте, наверное, уже даже и невозможно. На это уйдёт несколько лет, и это я даже не преувеличиваю. Для этого можно воспользоваться страницей, на которой написано, какие рассказы к какому объекту относятся. К сожалению, большей части рассказов на русском нет. Кроме того, в русскоязычном филиале любят играть в бюрократию, и там действует какая-то дикая система черновиков, из-за которой во многих случаях даже переведённые рассказы невозможно найти, так как ссылка на них не появляется в левом меню. Так что иногда имеет смысл попробовать найти статью, вбив перевод её названия в Google, тем более, что в последнее время много переводов по SCP размещают ВКонтакте. Вообще, во ВКонтакте сейчас есть много групп по связанным организациям и отдельным явлениям мира SCP, где люди делятся теми же переводами, картинками и прочими вещами по любимой части вселенной SCP. Для продвинутого поиска есть ещё такая вещь, как теги. На отдельном сайте, где принимаются решения по поводу жизни фонда, который, кстати, называется Совет О5, есть список тегов, по которым можно найти все статьи, связанные с определённым персонажем, местом или организацией мира SCP. А мест персонажа аномальных явлений и организаций в мире SCP очень много, и практически все из них достойны отдельного рассказа. А ещё не все статьи по SCP являются чистым вымыслом их авторов. Есть и кое-что, связанное с реальностью, о чём также. Есть и ещё будут видео на этом канале. Всем пока!